МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как у Гомеля рихтовались до борьбы с ворогом, доведался Олег Сентьюров. Время, когда спартак, почала освоивать выпуск гаручей сумеси, призначенной для борозьбы с ворожей бронетехникой. Потом эта сумесь разливалась у бутыльки на ликерогарелочном заводе. Панерно-запалковый комбинат освоил вытворчесть специальных запалок. На гомсельмаши вырабляли мины и ремонтовали военную технику. На станкозаводе имя Кирова рабили минометы. Паджас жалобного митингу, пресвеченного памяти Ахвер Великой Ачины, три падеи узгадали знов. Кали почалась война, Ивану Гузу было 7 годов. Кажа, усю трагедию у таким взрослых не разумею, али реакцию дорослых памятая добра. Я услышал, да, от родителей, потому что война, когда началась, сразу шум, плач, начали собираться на улице люди. И мы, дети, всегда нашим в этом, как говорится, коллективе, где шумно. Нельзя сказать, что в первые дни войны у гомельчан не было разгубленности. Чужой земли не надо нам ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Гэтая песня перед войной была вельми популярной, и ей словом верили. А тут не то, что вершок, а сотни километров. Документы свечить, беженцу было шмат, а прочатого эвакуацией занималась специальная комиссия. Только в период с 24 червеня до 18 липеня с Гомеля организованно вывезли, а мать, две тысячи выхованцев детячих домов и коля 500 кворых детячих больниц, плюс 3500 работников предприемств и больше 10 тысяч членов их семьев. С 24 червеня у Гомеля почали формироваться знищальные батальоны для боротьбы с диверсантами. Креху позднее, у початку липеня, створили порк народного ополчения, злик у не военно обовязанных и молодых людей, яким не вспомнилось и 18 годов. Але основный тяжер боев за Гомель пришелся на части червонной армии. Страты за воду в Баковске дали десятки тысяч человек. Потери составили порядка 108 тысяч, центральный фронт 80 тысяч, это безвозвратные потери. Тем не менее, основной задачей было выполнено отлечь значительные силы немецкой армии с основного главного московского направления. Если что касается непосредственно потерь вермахта, то и составили порядка более 80 тысяч солдат. У Гомеля оккупанты вошли у ночь на 20-е дневни 41-го года. До этого дня с города поспели эвакуировать больше 40 промысловых предприемств, сыровину и готовую продукцию. Остальные знищили. Покидать нечто ворогу тогда лечился злочинством. Мы в этой памяти верные. Такую назву отрымала акция, которая сегодня прошла в Гомеле. Ей организатором выступило областное отделение Белорусского фонда мира суместно с Гомельской областной универсальной библиотекой имя Ленина. В рамках мероприемства так само отбылась презентация трилогии белорусского письменника-публициста Михаила Шыманского. Подробностей далее в сюжете. Областное отделение Белорусского фонда мира и библиотека имя Ленина тему Великой Айчинной войны никогда не обыходили боком. Проведение тематичных мероприемств уже стало доброй традицией. Акция «Мыг этой памяти верная» и еще один суместный проект накерованный на захование памяти об миллионах людей, які были изнищены гитлеровскими оккупантами на территории сучасной Беларуси. Средо запрошенных на мероприемства гостей ветераны Великой Айчинной и былые вязни фашистских канцлай. Областное отделение Белорусского фонда мира и библиотека имя Ленина тему Великой Айчинной войны никогда не обыходили боком. Проведение тематичных мероприемств уже стало доброй традицией. Акция «Мыг этой памяти верная» и еще один суместный проект накерованный на захование памяти об миллионах людей, которые были изнищены гитлеровскими оккупантами на территории сучасной Беларуси. Средо запрошенных на мероприемства гостей ветераны Великой Айчинной и былые вязни фашистских канцлагеров. В мире сейчас немножко неспокойно и мы должны острое ухо держать и воспитывать наше молодое поколение в плане дружбы. Ну а акция так и называется «Мы этой памяти верны», чтобы не забывать то, что было и то, что мы сегодня должны делать. Акция включила у себя неколькие этапы. Старт был даденый проглядом телевизийного фильма «Дарогами спаленных вёсок», специально подрыхтованного телерадиокомпании «Гомель» по заказу Беларусского фонда «Миру». Далее хвилина маучанья у память об ахвярах Великой Айчинной войны и вспомины былых вязняв. Ярким моментом мероприемства стала презентацией книг Михаила Шыманского. Выдание включили у себя вспомины ветеранов войны, блокадников Ленинграда, вязняв и партизан, працевников тылу. 130 экземпляров книг беларусского письменника «Стрологии. Дякую солдаты за перемогу. Мы гэтой памяти верные» и «Побратимы» передадены библиотекам района, а так само навучальным и музейным установам. Когда появляются новые издания, и особенно важны те издания, которые написаны в форме очерков, воспоминаний, на мой взгляд, это бесценный материал для работы по этой теме с молодежью, потому что нет ничего ближе, чем и понятнее, и проникновение, скажем так, чем воспоминания очевидцев. У рамках мероприемства отбылась и еще одна приемная падея. Было обвешено новое имя заслуженного миротворца. Специальный нагрудный знак областного отделения Беларусского фонда «Миру» за великий особистый уклад у пропаганду миротворчасти, сяброуства и сгоды уручены старшине Гомельского городского совета депутатов Ивану Бородиншику. Вольга Славина, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Неверогодный выпадок отбылся у Гомеля. Урачи областного кардиоцентра литерально с того света вернули пациента после того, как его сердце не билось целых полторы годины. Ранее медики констатовали широкий инфаркт и полный припынок житево важного органа. Об судовом у воскрешене наш наступный репортаж. Внуки привет тебе передавали, Захаре, Полине. Они в лагере. Сказали, чтобы ты выздоравливал. Он болел, поправлялся и домой возвращался. Навыцемые досвеченные урачи называются это выпадок сенсацией. Александр Воронин литерально вернулся с того света. Его сердце после острого инфаркта спынилося, сдавалось бы, назавжды. Однако после полторы годины отбилось неверогодное, и пациент снова открыв очи. Со мной рядом, как будто стояли внуки. Я рукой так проведу, нет. Вот они постоянно у меня стояли. Вот такое ощущение. Сначала я, когда у себя пришел вокруг белое, я не понял, что я в больнице. Потом уже, потом, когда уже хорошо со дна не пришел, потом я уже мне жена рассказала. Это была радость, непредсказуемая радость, что он воскрес, как говорится, заново. Вторая жизнь – это радость для всех. И не только для него, и для нас, и для детей. С початку выпадок выглядел, как целиком родовый. Мужчине стало дренно, выкликали худкую допомогу. На шляху в больницу он перестал подавать предметы життя. Пациент находился в критическом состоянии. Была клиническая смерть, обусловленная фибрилляцией желудочков. Поэтому мы проводили комплекс базовой реанимации здесь, ИВЛ мешком АМБУ, непрямой массаж сердца. И в связи с тем, что стабилизировать состояние не получалось, мы решили транспортировать его в отделение реанимации. На той момент сердце мужчины не билось уже 10 хвилин. Массаж, аппарат, штучная вентиляция легких, коронография – усёг это робили уже у операцийной, а не без выникова. У обычной практики, когда проспал годины ничего не отбывается, смагаться за пациента нема сенсу. Но на этот раз в опыту врача-реаниматолога подказал – не треба гулять надею. И еще проспал годину у них отрималися. Серце снова стало биться. В среднем в литературе нам удалось найти не более 5 случаев таких вот эффективных восстановлений после реанимации длительностью более часа. В данном случае пациент не просто остался жив, он будет выписан из отделения с очень высоким потенциалом для реабилитации, для восстановления своей обычной поседневной деятельности. При этом ничего нового врачи не практиковали. Ося процедуры были традиционными для пациентов с таким диагнозом. А вот, допомогчи вернуть человека литерально с того света, допомог взбег самых разных обстоятельств. Это действительно сочетание чуда, это сочетание высочайшего профессионализма медицинских работников и бесспорно желание пациента жить. Зараз стан Александра Воронина медики уже оцениваются как стабильный. Означать, другой день на роджении он теперь будет что год у семейного сердца. У него трое детей и трое унуков. Обещая запросить у гостей и урачов с кардиоцентра. Таких дорогих подарунков признается, ему еще никто и николи не рабил. Вольга Коновалова, Владимир Петенев, Телерадио, компания «Гомель». Ягоня спынный працонный педагичный стаж складает 71 год и зараз он протягивает делиться своим профессийным мастерством. Сегодня у Гомельским областным институте развития адукации ушановили на старейшего своего работника с нагодой 90-годового юбилею. Заслуженный наставник БССР Миколай Кухаров с устрою свята сирот коллег, сябров и вушняв. Педагога, який просвятил все свое житие адукации саправданного профессионала, поменьшовали и наши корреспонденты. Актовый зал установы шматлюдно улучшать аплодисменты. Миколай Кухаров для кожного, кто ведает этого человека, заявляется прикладом самоданности, профессионализму и неверогодной любови до обранной справы. Миколай Васильевич стверждает, что калимно родился снова, снова бы стал наставником. Его житевый шлях непорывно связанный с этой профессией. 71 год и он працует на корысть айчинной адукации. 33 годы у Гомельском институте развития адукации. Распрацованы и методики, и технологии выкладания и зараз выкористовываются на практице. По его биографии можно створить портрет узорного наставника, талиновитого, працавитого, уважливого до своих вушняв. Это является достойным примером для молодежи, в том плане, что Николай Васильевич является собой пример профессионального долголетия. И каждый здравомыслящий человек, человек, обладающий здоровыми амбициями, должен подумать над тем, что должно быть человеке для того, чтобы обрести вот такое профессиональное долголетие. Коллеги Миколая Кухарова кажут, что на протягу своего життя он сполучал два понятия – працовный подвиг и постоянный рух наперед. За свою шматгодовую деятельность был ознагороджен шматликими дипломами. И вось у день народжения – черговая подяка от Министерства адукации Республики Беларусь. Как стверждает юбиляр, досягнуть життёвого и працовного долголетия, ему допомогли три речи – любовь до людей, здоровый ладжиття и хобби – выросшивать кветки. Начал слушать начальных классов, потом прошел все ступени образования, школ, университет и уже здесь 33 года работы. Интерес к профессии, интерес к людям. И, во-первых, у меня это как-то влекло. Это что-то внутреннее в моем образе жизни. Миколай Кухаров – гонор с ужасной белорусской педагогики. Он шодра дает тепленью своей души, свою творчость и мастерство. В Гомельском областном институте развития адукации Миколай Васильевич користается великим аутеритетом и повагой. Его навыковый уклад признанный не только в нашей краине, Дмитрий Котов, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель». На первые дни у Гомеля сустракали удельников международные эстафеты инвалидов-колясочников «Дорога памяти от Москвы до Бреста». Мероприемство организовано Огульно-Российской ассоциацией молодых инвалидов России «Апарель». Аналогичный марафон прошел у Гомеля шатер годы тому. Тогда члены ассоциации проводили ягод на годы 25-ти годы аварии на Чернобыльской АЭС. Зараз он просвещен на 70-ти годы перемоги в Великой Отчинной войне. В марафоне принимают удел простонники Беларуси, России, Украины и Азербайджана. Кожный из этих людей, не глядяши на складанности со здоровьем, выросшел проехать по памятных местах былого Советского Союза, кабушеновать память вызволителям. У Гомеля и они побывали на Аллее Героев, где усклали к ветке даме Мариялу. Они взяли на себя такую благородную миссию, чтобы показать еще раз и продемонстрировать всем людям, напомнить о том, что было 70 лет тому назад. И чтобы мы, молодое поколение, люди среднего возраста, не забывали о тех тяготах и лишениях, которые понес наш советский народ в те годы. И на проконце выпуску коротко про надворье. По информации областного гидромета-центра, оно на этом тыдне будет неустолевым и умеренно теплым. В ближайшие сутки прогнозуется переменная воблачность, переважно без опадков. Ветер полдневый слабый – 5-10 метров за секунду. Температура поветра у наших до 13, у день – до 26 градусов тепла. У Сираду у день местами машины короткочасовые дожжи и на больнице. У наших будет до 16, у день – до 27 градусов тепла. Аналогичный характер надворье заховывается у регионе и у шатвер, а ли в особенных районах максимум понижения температуры до 17-20 градусов тепла у день. У пятницу и на выходных опадки размякуются по территории в области неравномерно. И ситуацию с пожаронебеспечным становящим у лесах особливо не выправясь. У особенных районах будет до 26 градусов, у других – лес выше за плюс 20. Новый энергийон и информацию о проектах Телерады компании Гомель вы можете найти на нашем сайте и интернете по адресу www.cvrgomel.by На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова